я всех приветствую тех кто сегодня у нас зале первый раз те кто может приехал на молодежную конференцию и пришли к нам на мессианскую общину вы попали в еврейскую мессианскую общину орха машиах которые являются также частью работы совместной работы общины церкви города одессы для тех кто подключился к нам прямом эфире мы приветствуем вас и говорим спасибо за вашу поддержку за то что вы с нами и я сегодня сделаю небольшой комментарий тары перейти как мы помолимся за одного мало одного человека очень важного для меня человека так совпало что и отрывок торы которые сегодня я комментирую и его первый приход в общину она как бы сопада сопадает с темой от которой говорит буду говорить я буквально займу пять минут у вас потому что у нас есть гости с которыми я бы хотел чтобы познакомить поближе отрывок торы у нас недельная глава которая у нас открывается это тазрия это левит 12 и 13 глава это в этой главе я кратко кратко содержание сделать чтобы я не не рассказывал все говорится об изоляции женщин родившим мальчика или девочку и очень очистительная жертва обрезание мальчиков диагностика заболеваний требующий изоляции больного и злокачественные пятна на одеждах там про зацикливаться на всех этих ничьи чистые нечистые и всевозможные заболеваниям я все-таки остановлюсь на нескольких вопросах вот слово тазрия означает будет оплодотворена и тут слово такое как бы очень сложно связать с тем что говорится во всей торе и 12-13 главы левит вот будет оплодотворена и системе процессами чистоты нечистоты вот как бы вкладывается в голову но на самом деле очень интересно потому что сам ответ заключается в в 13 главе где говорится о овощи очищение гаммель в этот слово на 30 эти стихов это и буквально традиционно связать с говора то есть очищением там именно отделение слова вот чистый нечистый не обязательно всегда связано с грехом понимаете да есть когда человек со сделал грех и в старом завете он должен был быть как бы в стороне но должен быть иметь время очищения и в на храмовом служении это примерно 7 дней если человек согрешил но смотрите есть животные которые приносились в жертву и это животное должно быть чистым правда вот и слова оно должно быть чистым если его при осмотре этого животного находили какие-то какой-то порог то есть он нога где-то может быть была сломана либо он неправильно какой-то формы где-то какой там от увечья да это животное считалось ну как бы говорилось это нечистое да вот животное для жертвы то есть для храма выжать но сущности это животное но чисто для потребления в пищу правда другими словами здесь это разделение не то не то что здесь нечисто и греховно а здесь имеется ввиду что это человек который не может быть ритуально чистым к к служению храме что интересно кто знает что на этой неделе или вот в четверг да мой звук пожалуйста сделайте по-другому а то она гудит в четверг было в православном календаре было благовестие да кто значит такое благовестие это когда что ангел господин пришел к мирям и говорит ты благословена да то есть благодатная радуйся благодатная господь с тобою вот что интересно а вот с того момента когда она поверила да вот и получается что она приняла духа святого то есть зачатие пришло и совпадение этой главы которая и зачнет то есть она будет оплодотворена и с благовестием которое сейчас говорится очень меня поразило такая часть но все-таки вот я почитаю ангел войдя к ней сказал радуйся благодатно господь с тобою благословена ты между женами мы говорили с якобы об этом что есть послание мы не говорим об и как бы сказать иконостазия марии но у нее была часть веры доверия богу и знаете вот принять то слово которое было от господа вот отделение человека который говорится вот нечистый даже не всегда говорится о том что он греховный например когда женщина значит полка бы ночна в чреве да вот остальные стала беременна она отделяла себя до того чтобы сохранить свою свой плод и ей не разрешалось фактически до определенного времени заходить храм не то что она не было не чисто что от того все осквернится нет нет этого причина того чтобы приготовить ее к священно действию вы должны понять потому что вот клевитом говорится 33 дня не должна нас должна сидеть очищаться от крови своей ни к чему священному не должна прикасаться другими словами она должна была приготовиться восстановиться своими силами потому что природах женщина тратить очень много сил и этого чтобы родить и вот это состояние болезненное состояние чувство вот невосстановленности наверное говорит о том что бог от нас на самом деле хочет чтобы мы были восстановлены чтобы мы были целостными чтобы мы всегда дать его открыть слова бодрствую чтобы мы могли войти к служению храма не вялыми бессильными и никого нету силы служить а наоборот быть восстановленными силами поэтому наш шаббат еще есть как время отдыха время от того чтобы наполниться силами я верю что это пара образ как очень интересный фактически здесь дальше говорится в луке 2 глава 22 стих когда исполнились дни очищения их по закону моисея принесли его в иерусалим чтобы предстать перед господом вот слов его принесли кого принесли пишу иисуса принесли его принесли после некоторого времени и вот это наверное вас часть которая здесь и имеется ввиду слово святой да когда мы говорим к дождь тоже означает слово отделение двумя словами есть вот то что вот нечистый да вот здесь это очищение есть несколько градаций те которые отделенные для того чтобы восстановиться отделенные которые чтобы быть очищенным и отделенные для святости вот такие слова которые здесь используется в этой в этой главе я верю что это очень важно для нас мы должны быть отделенной от этого мира для того чтобы восстановиться чтобы мы были чистыми и чтобы мы могли служить как святые я верю что это очень серьезно